Я всех приветствую! 298 выпуск Трезвый Взгляд. Сегодня я вам показал две победы над Кагалом, именно коронным, в плане... Человек отказывался от ношения тряпочек на лице на работе, а второй не хотел жижизироваться. Люди победили, я про них снял ролик, верхняя ссылка в описании, на Бастионе, смотрите целый мой проект. Кто меня в первый раз видит, у меня уже почти целый год, каждый день выходят выпуски на Бастионе. Там зарегистрировались, подписались на мой паблик и наслаждаетесь хорошим, интересным, альтернативным контентом. Ну а сегодня тоже очень много интересных вещей происходит. Я вам уже про инопланетян Рогозина показывал. И вот еще одна интересная новость. В Блумберге вышло, что Китай смог обнаружить сигнал инопланетной цивилизации. Итак, китайская государственная газета Science, наверное, там, and Technology Daily, с наукой и технологией, публиковала отчет, в котором сообщила, что гигантский телескоп Sky, возможно, обнаружил, возможно, признаки инопланетных цивилизаций. А потом отчет был удален с сайта. Однако узкополосные электромагнитные сигналы, обнаруженные этим гигантским телескопом, как утверждается, команда продолжает их изучение, готовится, ну, говорится в отчете. Блумберг задается вопросом, а что этот отчет был удален? А я вам расскажу, почему отчет был удален. Ну, просто хочешь больше просмотров, сначала размести, потом удали. Ну, и вот тебе и уже в Блумберге об этом пишут. Поэтому, ну, а информация, она уже к тому моменту растеклась. То есть это специально цеховые СМИ подкидывают. Это все к шоу конфликт с инопланетной цивилизацией раз. Это вот когда нужно будет лишить суверенитета все страны, нужно будет создать какую-нибудь одну глобальную ложную угрозу. И, конечно, это будут инопланетяне. Ну, а когда-нибудь еще, используя голограммы, они нам какое-нибудь еще шоу в небе покажут. Чуть ли не с пришествием великих богов. То есть такое даже может быть. Ну, многие от этого потеряют голову, кто еще не понимает. Ну, надо спокойно наблюдать за этим, ну, как можно более, сохраняя эмоции на будущее. А будущее у нас есть, у них будущего утварей, кто этого утваряет, нету. Касаясь украинского вопроса, интересная тема. Две новости Арестовича. Арестович вот в таких футболочках участвует в стримах с Фегиным. Рассказывает, что вот фотографии вот эти вот над позициями в ВСУ раскидывает. Ну, у Арестовича пишет телеграм-паблик Open Украина, они сами с Украины. Про российская позиция у них. И пишет, говорит, что кризис жанра у Арестовича. Ну, Арестович это достаточно такая фигура интересная. Ну, антигетеросексуальные его взгляды, это его личное дело. Вот он отругал канцлера, например, подкинул говна на вентилятор. Арестович заявил, что канцлер Германии несет ответственность за гибель украинцев в войне. Из-за непоставок Украине тяжелого вооружения. На меня теперь вопрос. Я вот специально смотрел. Несколько сот танков на вооружении во Франции. Несколько сот танков, даже больше. Около тысячи танков у Италии. У Испании много танков. Много танков в Евросоюзе. Но виновата, конечно же, Германия. Германию можно чехвостить. А почему? Ну, потому что разрешено рассказывать, что Шольц несет ответственность за наших солдат, как он говорит. Каждый день теряем 100 солдат, потому что вы не даете нам тяжелого вооружения. Нет. Не поэтому. Причина следственной связи тут, конечно, неправильно установлена. Сейчас Украина теряет больше, чем 100 человек в сутки. Ну, по моим личным сведениям, я вот смотрел, изучал материалы, которым есть доверие. Они там только на одном управлении, направлении в районе Солидара, там около 80 убитых за сутки было. Бои ожесточенные идут. И там много жертв, больше 100 сейчас. На мирных жителей тоже немало гибнет. И виноваты тут не немцы. Виноваты тут русские и украинцы больше. Ну, и те, кто их стравил. Ну, Германия как-то, вот, мне кажется, не стравливала эти два народа. Стравливали их нельзя. Ну, а перед тем, как мир в Украине установится, конечно, будет, скорее всего, большая война. Частью этой войны есть такой Дмитрий Медведев. Вы, я думаю, его знаете. Он был президентом России и сейчас фактически руководит РФ. Так как Путин это человек для съемок каких-то и проставления подписи. Медведев, он имеет право субъектность такую. Он у нас официальный заместитель Совета безопасности. Они даже как-то придумали такой орган, чтобы у Медведева была должность на случай, когда актера объявят погибшим от какой-нибудь модной или не модной болезни, либо от старости, либо от онкологии. Надо будет кому-то временно руководить государством. Все прочь, там Кириенко там может стать. Мне кажется, там у них будет борьба, кто будет смотрящим за РФ. И вот Медведев, он громче Жириновского высказывается последние годы, последние месяцы вернее. И вот здесь вот очередной вышел пост, где он перешел фактически к урановому шантажу. Вот о чем я говорил несколько месяцев уже. А почему типа они к нему не прибегают? Вот Медведев открыл наконец-то, вот оно. Открыл, так сказать, окно возможностей в кавычках. И вот смотрите пост его, он пишет. Тут вытянулось до особо одаренных персонажей, о которых я писал. Ну, описал он о тех, кого он ненавидит. Ну, я так полагаю, это какой-то там коллективный запад, как он это охарактеризовывает. Начало, говорит, доходить, что Россия это наша любимая родина. А еще дошло, что без нашей страны им никак не выжить. Ведь иначе они не получат еду для своих граждан, удобрения для производства еды для своих граждан, источники энергии для производства еды и обогрева своих граждан, металлы и иную продукцию для производства машин и механизмов для своих граждан. Топливо для европейских и американских АЭС, которые дают 20-40% электроэнергии, их гражданам, я поясню, не гражданам дают 20-40%, а промышленности, а это еще хуже, на самом деле. Список, он говорит, можно продолжать. Теперь с нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода. Про инфляцию, цены на все виды топлива, прогнозы попадания в экономик я вообще напоминать не буду. Все данные в открытом доступе, и это только первый месяц лета. Ожидаем осенью, когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики, услуга цифровых валют летит в стену на полных парах, а я вам поясню, и паровоз российской экономики, он летит туда же. Потом видно, ну сам Медведев, он человек такой со слабостями, подбухивает, и он в 22.05 вчера пост выложил с котом и подпись в ожидании очередного пакета санкций. Вот этот вот. Вот если увидите такого кота, значит вы живете возле Медведева. И вот он еще выложил пост сегодня, по-моему. «Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев жиженный природный газ с оплатой поставки через два года, иначе предстоящей зимой просто замерзнет». Только вопрос, а кто сказал, говорит, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира. Вот еще один пост очень яркий, а-ля Жириновский. Для чего это? Ну, эти посты, ну, по сути, для тупорылого электората. Раз, чтобы завоевывать симпатию. А второй момент – это именно посыл внешний такой, именно на то, что они будут добиваться уничтожения Украины как государства. Ну, а почему нет, если он в прямой речи прямо это допускает? Это все очень опасное заявление. Медведев играет очень важную роль в развязывании активной фазы Третьей мировой, ну, когда уже много человек может и погибнуть, и пострадать. Одну из решающих. Вот его группировка, она, видите, как воинственно настроена. И его пост от поста становится более жестким. А так как он интересы очень крупных финансовых групп представляет, то к его словам приходится прислушиваться, и они очень серьезно на нашу жизнь повлияют на самом деле. Вот он говорит, да, эти слова о Газпром, ссылаясь, что Симмонс там им плохо ремонтирует газовое оборудование для транспортировки, они просто снизили объем газа. Сейчас уже, я смотрел, там треть мощности всего задействована. Они со 160 до 100 сначала убавили, а сейчас там пишут, что 60 с чем-то миллионов кубов в сутки. А это о чем говорит? О том, что газовые хранилища, они специально так делают, ну или поводы ищут, чтобы газовые хранилища в Европе не были наполнены к зиме. Ну, чтобы была астрономическая потом цена на биржи. Она даже вот от такой новости с 1000 до 1200 сразу поднялась цена на газ. Это не длинные контракты, например, та же самая с Сербией, они договорились по 300, по 400 долларов. А это именно вот на спотовом рынке, на срочном, когда надо срочно что-то закупить, контракт заключить. Такой газ покупается по астрономическим ценам сейчас, а будет покупаться еще дороже, скорее всего, раза в два. Это переведет именно к разрушению экономик, если эта ситуация долго продлится. Ну, либо к инфляции очень серьезной, как в Турции, скажем. На что я еще внимание обратил? Ну, я напомню, у меня не выпуски новостей, я вот смотрю какие-то вещи, что считаю важным, то вам показываю. У меня своеобразная лента новостей, я потому что новости уже лет 15 по телеку не видел, если не больше. Вот помните, я вам показывал где-то месяца полтора назад статью, по-моему, в Нью-Йорк Таймсе. Ну, не буду врать, короче, то ли Нью-Йорк Таймс, то ли Нью-Йорк Пост. Очень серьезная какая-то СМИ англоязычная. Я показывал там, как они осуждают тактику завода вооружений в города, что приводит к ударам артиллерийским по этим военным объектам. И они совпадают по координатам с многоквартирными домами украинских граждан. И вот есть такой Михаил Подоляк, он советник главы Офиса Президента. Это глава Офиса Президента, это не Зеленский, но это вот его шпана. И он просто сказал Нью-Йорк Таймсу, что вы знаете, украинские, ну, говорит, русские, говорит, плохо воюют в городах. В городах можно и маневрировать, и находить укрытие, и минимизировать потери. Вы можете сопротивляться дольше и нанести русским значительные потери, сказал Подоляк. Ну, фактически он объявил, что, ну, можно разрушать города, можно ставить под угрозу жизни украинских граждан. Для чего? Да тактика такая, так можно побольше убить русских. Ну, что хочется сказать? Ну, в жизни людей никого сейчас не волнует. Их волнует бабки какие-то, ну, не знаю, очень серьёзное было заявление, вот это, кстати, я не знаю, как на него там отреагировали. На западе, как им это, разрушение городов очевидное, то же самое будет с северным, с северодонецкий, да, Лисичанский, то же самое может быть, может ожидать Николаев и Одессу. Ну, посмотрим. Там, интересно, кстати, скандал был в Днепропетровске. Было закрытое совещание, которое слили в сеть. И глава города, глава Днепра Фёдоров, он сказал в цвет, что вы, как бы, должны понимать, что есть стратегическое превосходство РФ, намекнув, что исход понятен, битвы. И там, внутри Днепропетровска, я думаю, какие-то есть настроения, как сохранить город. И у меня есть приятное ощущение, что именно этот город не будет разрушен, и это хорошо. Хотя бы потому, что вы должны знать, например, что вот там мои родственники живут в Днепропетровске, да. Ну, в Днепре именно живут родственники будильников по материнской линии. Какие ещё интересные вещи. Украинцы вместе с правительством должны сами решать вопросы о возможности территориальных уступок, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Но Украина же самостоятельное государство, суверенное, вот оно должно само решить, как они говорят. Ещё есть интересное заявление за экономисту, экономисту. Министр обороны Резников признал в интервью вот этому изданию отправку на фронт необученных солдат-добровольцев, которые там гибнут. Возвращающиеся с фронта солдаты, пишет экономист, говорят о беспорядочном командовании и дефиците боеприпасов. Неопытные молодые солдаты из добровольческих отрядов отправляются на передовую, чтобы заменить павших товарищей. А как ещё может быть молодые парни попадают на передовую, хотя этого никто и не хочет, и они умирают. Мир должен об этом знать. Ну а зачем необычных солдат кидать на передовую там против того же ЧВК Вагнер? Вот зачем? А не зачем? Надо садиться за стол переговоров, не надо говорить, что никаких переговоров. Будут переговоры какие-то. Ну понятно, что то, что покажут по телевизору, это будет просто постановка. А сейчас какие-то внутренние у них есть переговоры. Как украинскому обществу объяснить, например, потерю части территории? Вот как это сделать? Ну как-то вот будут объяснять, наверное. Параллельно с этим интересно вот с двух сторон, как косяки признаются. Вот какая самая главная, вообще какая самая главная жесть в войне со стороны ВСРФ? А у них беспилотников нету в нормальном количестве. То есть это вот артиллерийские удары, они должны сопровождаться. Беспилотник должен залететь, дрон, повисеть над территорией, посмотреть обстановку. И артиллерия дает команду и бьется по тем координатам. А у России, кроме орланов, они собирают это вот, каждый день показывают. В ДНРе, в ЛНРе это вообще сплошь и рядом. Нету беспилотников, им дроны эти. Они собирают вот эти вот, партия войны, идет с шапкой по народу, населению РФ. Те, кто за войну, те, кто за убийство украинцев, они собирают деньги, им покупают эти дроны военные. Ну как бы они чуть посерьезнее, чем какую-то природу снимать. Ну, факт остается фактом. Это вот такие вот дроны тоже используются в войне. Вот их даже не хватает. О чем будет? Великая нация, вторая армия в мире какая-нибудь, что они там говорят? У нас очень серьезные эти проблемы. И вот пишет, думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств. Это объективно. Вице-премьер Борисов об этом заявил. Коротко по официальному признанию вице-премьера Борисова на тему того, что армия должным образом не обеспечена беспилотниками. Несмотря на весь сарказм по поводу признания очевидного факта, стоит отметить, что официальное признание – важный шаг на пути к решению проблемы. Ну и длинная статья на этом поводу. Это вот, то есть РФ признает, что у них как бы есть недоработки. А у ВСУ, вот про дживелины я рассказывал, что там четверть дживелинов только нормально попадает, куда надо, а три четвертых либо разряжаются, либо что. И вот Вашингтон-Пост, серьезная газетка, она пишет, почему. У ВСУ возникли трудности с сервисным обслуживанием противотанковых дживелинов, которые продаются в Даркнете за 30 тысяч долларов за штуку. Во-первых, Пентагон не разработал перевод инструкции. Во-вторых, поставки не вошли в комплект учебные модули и запасные батареи. В-третьих, отсутствие профессиональных инструкторов. В украинских военных инструктируют американские ветераны-добровольцы, но профессиональные качества у них разные. А я видел видео, где эти так называемые добровольцы, они показывали, что типа да, мы сами мол, что-то не больно таки разбираемся, сейчас типа разберемся. Ну и в итоге рекламируемое у них там оружие часто разряжается, и нету как бы, чтобы его повторно зарядить, просто в негодность приходят эти противотанковые средства. Интересные сведения поступают о расстрелах массовых за градотрядами, пытающихся сдаться украинских военных. Военнослужащий ВСУ Махитренко Богдан Игоревич, который в плену, он добровольно сдался, он про это рассказывает. А официальные наши власти говорят, что там расстреляли в Новом Михайловке 32 ВСУшника таким образом. То есть вот представьте там, они пишут 100 человек в сутки мы теряем, но вот иногда потери, они вот такие, люди все, прекратили уже сопротивление, но за градотряд стреляют в спины. Правда это или ложь? Ну считайте, что это российская пропаганда. Но скорее всего подобная вещь имеет место быть особо, что у них даже на законодательном уровне пытались это закрепить в качестве закона, что А, можно стрелять, что тоже бесчеловечно. Ну на сегодня все. Мира Украине, чтобы там побыстрее перестали убивать людей. Следим за развитием событий, следим за развитием событий с обезьянной штукой. Обязательно подписывайтесь на мой телеграмм. У меня там веселые, нормальные, интересные видео выходят, переведенные мной, я тут новые технологии осваиваю. И ко мне уже несколько сот человек пришло новых на канал за последние дни. То есть, вот я упор на телеграмм, тоже буду делать, развивать этот ресурс. Ссылка в описании. Кому не все равно, основной телеграмм мой и есть новостной будильник. Там я и мои друзья кидают такую пеструю новостную ленту. И там не только мои взгляды, я просто смотрю некоторые вещи, мне не нравятся. Потом я вспоминаю, это же мои соратники, вот решили, что это важно. Можно пообсуждать, комментарии открыты. Можно обсуждать любую новость и ее закидывать какашками, если вы считаете, что что-то там неправильное выложили. Бастион, верхняя ссылка в описании. Там тоже мой проект, все продолжается. Будьте с будильником, поддержите будильник перепостами, пачеками вверх и комментариями. Все, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова